Приют для животных Бубасти существует с 2015 года. Его хозяйка Нина Талалаева. Однако волонтерской деятельностью она начала заниматься еще раньше, с 2012. Сама Нина Талалаева из Мытищ очень любит животных, в особенности кошек. С них-то все и пошло. Приют создавался для помощи волонтерам города Пушкина, города Мытища, ближайших районов, чтобы можно было привозить животных, которые попали в беду и их некуда пристроить временно, чтобы они искали дом, чтобы временно они здесь жили и искали себе новых хозяев, либо старых, которых они потеряли. Сейчас в приюте около 200 собак. Это вместе со щенками и порядка 40 кошек. Здесь оборудованы вольеры. Животных распределили по ним с учетом особенностей характера. У кого-то своя будка, а кто-то вместе с другими в общем вольере. Кошки же находятся в доме, где есть выход на улицу. Он огорожен, чтобы их не беспокоили собаки. Также на территории приюта обустроена специальная площадка для выгола собак. В принципе у нас все условия. Для рабочих не все условия у нас созданы. У нас вода есть, но не проведено в дом. И у нас немножко как бы территория тяжелая. Она горочка, и нам здесь очень тяжело ее осваивать, очень тяжело на ней жить. Но мы уехали подальше от людей, чтобы мы никому не мешали. Другой территории я не нашла. Мы с одной стороны лес, с другой стороны лес, и мы никому не мешаем. На сегодняшний день в приюте очень не хватает рабочих рук. Дел много постоянно. Например, нужно починить вольеры. Собаки грызут сетку и доски. Также косятся заборы. Помимо прочего, необходимо ежедневно колоть дрова, ведь еду готовят с их помощью. Плюс это и отопление домов. В данный момент приют очень нуждается в финансировании. Финансирование как денежным, так и материальным, скажем так. То есть нам требуются материалы как для самих будок. Также нам нужны доски, чтобы утеплить, получается, саму землю. Потому что когда зима, собаки сидят на льду. Когда дождь, они в грязи. А так будут доски, на которых они будут сидеть, им будет комфортно. Плюс к всему, они не будут руть яму, в которую сами же будут и проваливаться. Также нужна сетка. Сетка 3D. Для того, чтобы огородить собак. Потому что простые деревянные, скажем так, заборы, они сгрызают. Потому что у них тоже режутся зубы. Это нормальная практика. Помощь по хозяйству 30 ноября оказали приюту активисты МГЕР совместно с представителями молодежных организаций муниципалитета, общественной организацией творческой многодетной семьи округа и окружным депутатам. Они перенесли дрова и убрались в той части, где живут кошки. Это было достаточно трудно. Мальчишки таскали кухню, бревна, а девочки убирались у кошек и гладили собачек. Я считаю, что эта помощь была очень необходима, потому что в питомнике очень много собак, и хозяева сами не справляются с этим. Но мальчики таскали кухню, бревна, посыпали песком, чтобы не поскользнуться. То есть старались как-то помочь по максимуму. Визит волонтеров в приют был приурочен Всемирному дню домашних животных, который отмечается как раз 30 ноября. Таким образом, активисты подарили заботу и ласку тем, кто в ней нуждается больше всего. Также, помимо помощи руками, молодежный центр привез еще немного корма для животных. Мы сегодня с ребятами от молодой гвардии, членами партии, от общественной палаты, от молодежного центра решили приехать помочь по хозяйству в приюте и тем самым привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Люди зачастую делают необдуманные поступки, заводят этих животных, просто наиграются с ними и, к сожалению, потом оставляют их без присмотра на улице. Эти животные попадают под машины и просто голодают. Конечно, вот такие приюты оказывают очень такую посильную помощь для животных, для того, чтобы хоть как-то могли они там свою жизнь сохранить. Кроме помощи по хозяйству и необходимости в определенных материалах, есть еще один важный момент. В этом вопросе может помочь любой. Если у работников они справляются, то тут по большей части нужна помощь для социализации собак, потому что они хоть и дружелюбные, когда приезжают люди, они бросаются, чтобы их погладили, их обняли, но у них нет контакта с человеком, потому что если даже приедет человек и захочет забрать с собой собачку, он сможет это сделать, но ему будет тяжело, потому что она не привыкшая к поводку, ее надо социализировать, ей надо помогать привыкать к людям и привыкать к городу, поэтому нам нужны кураторы, которые будут выбрать с собой собаку и помогать ей социализироваться среди машин, среди бетонного мегаполиса. Вся информация о приюте есть на его официальном аккаунте в Инстаграм. Также те, кто хотят как-то помочь приюту, могут позвонить или написать в мессенджерах по телефону, который указан на экране. Евгения Коломис, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение.